Всех приветствую на своем канале. Был у меня как-то запрос на наболевшую для многих тему, кто у меня там пишет, вот именно на эту тему в комментариях. Буквально сегодня мне писали, но видео я записываю, оно будет, как я говорила, опубликовано несколько дней позже. Просто как бы пока у меня сейчас есть время и настроение именно только на видео записывать, потому что очень у нас жарко, хотя солнышка нет, но больше эти облачка, ну в общем, я такая вареная рыба, меня хватает только на видео обзоры и на ничего не делание. В общем, обзор был, точнее запрос был, почему я не хочу иметь детей. Я думаю, что нужно все-таки немножко этот вопрос переформировать, потому что иметь детей это все-таки как-то к педофилии ближе. Можно даже, наверное, его сделать так, почему я не хочу заводить детей своих. Я понимаю, что, видимо, мой ответ, что просто я не хочу детей, по собственному желанию, это не прошел. Скажу маленькую предысторию, когда была мелкая, мне было 3 года, мама какие-то игрушки убирала наверх в шкаф, и, значит, что-то я ее спрашивала, ну она мне уже потом рассказывала лет так, может, мне 10 было или 8, и я ее спросила, ну вот почему, что там тогда было, она говорит, вот, я убирала игрушки, ты спрашиваешь, почему ты убираешь, так вот, сейчас тебе они уже не нужны, значит, будет у тебя маленькая дочка, и вот тогда, типа, ты их достанешь, и они ей пригодятся. А я тогда сказала в 3 года, что детей я не хочу заводить, ну, фиг ли, что там 3 года ребенок, как, да. И потом у меня вот с 3 лет вот такое вот желание, да, я не хочу своих детей. Почему? В принципе, вот, ну, мне вот, допустим, нравится мальчик, да, не мальчик он уже, ну, благодаря Кейту, программист украинский, я всех мальчиков и девочек, мужской и женский полностью не разделяю на мальчиков и девочек, сколько бы мальчику не было лет, он мальчик, да, и девочки, все, мальчик, который мне нравится, да, парень, или, ну, ладно, мужчина. В свое время мне сказал по поводу детей, что, ну, что я так поняла, что, возможно, если там какая-то была бы ситуация другая в стране, он бы был бы не против, да, заводить, ну, я, конечно, не child-free, но я вполне, в принципе, их понимаю. Я не продвигаю, там, идею, что, типа, все, не рожайте, да, там, это, делайте аборт или что-то в этом роде, или предохраняйтесь, это личное дело каждого. Я не хочу иметь детей, именно, в принципе, мне не нравится, вот, меня лично не устраивает наше образование в школе. Не знаю, какое сейчас образование в школе, но вот, когда я училась, оно не очень мне импонировало. Допустим, если бы я была не я, а какая-нибудь другая Лёля, да, и вдруг бы какая-нибудь другая Лёля родила ребёнка, и ребёнок потом подрос и пошёл бы в школу, то вот другой Лёле не понравилось бы образование в России, школьное образование. Мне бы больше, вот, мне больше импонирует образование в Японии. Хотя, вот, я общаюсь с мальчиком, который у нас в команде, и он живёт, учится в Японии. Я так поняла, что он считает, что это вообще халява, да, вот там учатся, сколько-то месяцев учатся, дают экзамен, там отдыхают, сколько-то месяцев учатся, и вот так. Я считаю, что это, в принципе, было бы правильнее для России. И также для вузов, вот эта вся гонка детей, что вот у меня тётя учитель, и она периодически жалуется, вот все эти экзамены ЕГЭ, это гонят, 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 мучают детей, там это стресс неимоверный. Я считаю, это неправильно. Ну, допустим, сдал ЕГЭ, потом ещё какое-то собеседование, не знаю, как сейчас происходит, я сдавала экзамены, хотя, когда я поступала в ПЭД, у нас уже было тогда ЕГЭ, но я сдавала, было, можно было параллельно, вот у кого есть ЕГЭ, там по ЕГЭ проходишь ещё, и какой-то там пару экзаменов или собеседования. Я сдавала тупо экзамены. В общем, я считаю, что как-то вот всё равно какой-то нагрузкой отойдёт, и потом, ну, не факт, что человеку пригодится что-то такое из этих предметов, вот которые зублят, 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 и вот там прошёл, тест не прошёл, да. Может, это, конечно, в чём-то плюс, в чём-то минус, ну, как-то это до середины довести, но у нас в стране всегда, по-моему, как-то всё в кривь и в кость идёт в основном. Я никого не критикую, ну, я, в принципе, даже особо не близка сейчас к этой системе, кто как что преподаёт, ну, именно вот так вот. В принципе, даже у нас в вузах, это вот когда я училась, у меня был запрос, это, конечно, я потом, возможно, делаю отдельное видео, но сейчас чуть-чуть отойду от темы, но это всё равно, мне кажется, касается всё-таки темы детей, именно почему я не хочу их заводить, или, допустим, другая бы я не захотела их заводить, как мне там пишут, выйдите замуж и тому подобное. А вот я сегодня написала в личное сообщение мальчику, с которым общаюсь по сети, просто общаюсь, но мне с ним интересно общаться, я подозреваю, что мы, может быть, возможно, мы сетевые знакомые, да, вот так вот, если говорить. В общем, я вот осознала такую мысль, идеальный человек, это у которого нет детей, жен, мужей, и он один, и он, так сказать, сам по себе, он может жить сам по себе, и он в постоянном, ну, конечно, не постоянно-постоянно, постоянно там кушать, спать и так далее, тоже это считается в постоянном саморазвитии, это идеальный человек, в моём понимании. Я разочаровывалась, когда, допустим, вот там узнавала, что вот у Джексона жена, да не одна, да ещё дети. Ну, это просто сейчас отошла немножко тема, но всё равно это тема детей, вот. И в ВУЗе, допустим, вот тоже там были очень такие некоторые моменты интересные, плюс, ну, вот эта бюрократия, вот всё. В общем, экономическая ещё ситуация в России, как бы нестабильная, чтобы там не говорили, но вот эти материнские капиталы, я не знаю, что выплачивают за первого ребёнка, ну, прикол вот этот, сначала ради одного, а за второго мы тебе 250 тысяч выдадим, да, и то на третий год жизни твоего ребёнка, на что этого ребёнка содержать. Если, допустим, человек-мать-одиночка, то этому человеку как-то это государство наше, я не знаю, вроде как особо не помогает. Если бы, допустим, человек рожал, и вот там, какой закон у нас там есть, или что там, что вот эти деньги дают, ну, допустим, родил человек, семья состоялась, да, поженились, а всё, и им, допустим, человек в положении, ему выдают квартиру, да. Во-первых, человек, чтобы родить ребёнка, да, вот я считаю, что нужно сначала уже вот иметь какую-то материальную базу, постоянную, хорошую, нормальную. Я не говорю, что там машина, квартира, но квартира желательно, причём несъёмная, хотя бы однокомнатная и своя. Потому что у меня сестра, когда стала жить, ну, в общем, вышла замуж, и они, у неё уже был ребёнок маленький, они одно время снимали квартиру, очень много денег это уходит, сколько они работают, всё равно потом они купили эту квартиру, другую квартиру свою уже, этот, в кредит, это дофига денег выкладываешь, и потом это, чёрт знает, сколько ещё платишь за этот кредит, неокупаемый, не знаю, неоправдываемый, как-то ещё сказать. В общем, это образование в России. И не у всех есть деньги учить детей, отправлять детей за границу и учить их там. Потом, я думаю, что у нас есть в России, кому плодиться. И даже как-то вот те, как, даже так называемые алкаши, там эти опустившиеся люди, да, вот у них там есть какие-то дети, и не всегда дети у алкоголиков становятся такими же алкоголиками, так же, как не всегда у нормальных родителей становятся дети нормальными, могут быть такими же наркоманами и алкоголиками. В общем, что ещё, что вот, а, вот, кто подаст тебе стакан воды? У нас технологии впереди, почему именно стакан воды? Вы что, живёте в каменном, не знаю, в каком веке, в какой сказке? Сейчас большинство людей, взрослых вырастают, они на своих родителей, извиняюсь, плюют, сдают их в эти дома, как их там, дом пенсионеров или дом, как они называются эти дома, ну, в каментах вы мне, конечно, поправите. Девочка мне тут писала по поводу пастельных тонов. Я знаю, что слово пастельные тона не от слова пастельные, надо мне это писать в каментах, или просто отписать, потому что хочется. Вот я тоже отшла от темы. Ну, вот у меня, ну, там как раз пошла дальше ветка про тему детей. Некоторые пишут просто, чтобы что-то отписать. Люди, если вы хотите заводить детей, пожалуйста, заводите, ну, зачем навязывать чужое мнение кому-то? Я же не навязываю вам мнение, типа, а не рожайте, предохраняйтесь и вообще. Там, ну, не, допустим, валите в деревню и возрождайте эту деревню. Кстати, вот относительно деревни, допустим, у меня однокласска, кажется, когда поняла, что беременная и будет рожать, она, кажется, уехала в деревню жить. Именно в экологическом месте, то есть все. Но, насколько мне известно, у нас в Угличе даже есть какая-то семья староверов, которые живут где-то там в сельской местности, в школу детей не отдают, сами их учат. То ли им образование наше совсем не нравится, то ли еще что-то. Ну, в общем, экономическая составляющая. Образование, медицинская составляющая. Потом цены вот эту на эту одежду детскую. В общем, вся вот эта фигня. Если вас это больше устроит, чем просто нежелание иметь детей, нежелание еще там свою копию, я не считаю, что ребенок это копия тебя. Ребенок это отдельная личность. Я отдельная личность, хотя меня долгое время воспринимали как дочку Лены Косаревой, то бишь моей мамы, очень долго. И я, в принципе, как-то не в обиде ничего, но ребенок отдельная личность. Думать, что ребенок там тебе что-то должен, потому что ты его решил родить и воспитал, и вот сколько-то там в него ложил, это ошибочно. Ребенок сам по себе, ребенок может на тебя забить, забыть про тебя и свалить куда-то там. Не факт, что он будет тебе подавать стакан воды. Почему ребенок должен тратить свое время и подавать кому-то что-то. Плюс про этот же пресловутый стакан воды у нас. Я где-то в комментариях писала, что я вполне могу в обмороке передвигаться. Очень даже могу ходить. У меня температура тела последние лет 17-35,4. Раньше при такой температуре я падала в обморок. Теперь я живу при такой температуре тела, очень вполне нормально. Это к тому, что если вдруг мне будет плохо, я захочу стакан воды, а мне будет там хрен знает сколько лет, и в старости. Старость наступает тогда, когда человек сам этого хочет. Если человек не хочет двигаться, развиваться в плане физическом, двигаться, шевелиться или мозгами работать, то человек в 20 лет может стать старым. И старость, если правильно вести, правильный образ жизни, я могу потом, в принципе, если кому-то интересно, найду эту книжку, просто даже хотя бы ссылку на нее или название. Я несколько лет назад читала, какого-то там профессора, уж точно не помню, но по поводу питания, чтобы, допустим, как там жить до 150 лет, да, что-то такое было. Если правильно питаться, вести правильный образ жизни, делать минимальные какие-то физические нагрузки, позволять себе развивать мозги, то можно и 80 лет нормально существовать, и вполне все это себе позволять. В смысле, самому все делать, а не ждать, что кто-то что-то тебе принесет. Ну и эти самые технологии никто не отменял. Плюс еще момент, никто не отменял того, что тебе не захочется этой воды. Может, тебе вообще ничего не захочется. Ну, в общем, у меня опять очередная говорилка получилась, я поставлю это на время, чтобы вам не было скучно, и мне не писали, что, ой, когда же видео, да? У меня тут уже конкретно так, раз в сутки в 18.00 что-то будет выходить, вот это я тоже поставлю на 18.00. В общем, я себя удовлетворила, надеюсь, все-таки, ну, конечно, я понимаю, что не все смотрят видео, так же, как не все любят или умеют или хотят читать информацию под видео, как мне иногда там пишут комментарии какие-то под видео, хотя информация под видео стоит, и вроде как все известно, прочитал две строчки, и все в порядке, да? Я подозреваю, что, даже не подозреваю, уверена, что все равно будут цыпаться комментарии, почему ты не вышла замуж, или выходишь замуж, а пусть им не вышла замуж, потому что вот на данный момент я так и не встретила, ну, как говорят, это типа тот самый человек, да, твой человек. Почему ты типа не хочешь иметь детей, заводить точнее, потому что иметь детей, это все-таки неправильно, и можете считать, что извращенка, но я под словом иметь детей воспринимаю, как именно то самое, как оно относится к педофилии, да? Почему я не хочу заводить детей, то все равно подозреваю, будут такие комментарии, так же, какой, у тебя там какая-то не такая внешность, потому что у девочки или мальчика, посмотревшего моего видео, стал там какой-то классический бугурт, потому что, допустим, она спать ложится в макияже, я ничего не против макияжа, или там кто, ну, каждый сам ищет веревку, на которой повесится, в смысле, каждый сходит с ума по-своему, ну, хотя бы я выполнила запрос, если у меня будут следующие комментарии, почему вы не хотите иметь детей, у меня будет ссылочка на это видео, и я буду всех туда посылать, в общем, спасибо за внимание, если досмотрели до конца, то я, типа, мне приятно, пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки, и до новых встреч, пока!